Я снова выиграла? Ну надо же! Ну что, еще партийку? Если у вас кончились деньги, можем сыграть на... Едут! Едут! Вот они! Присцилла, оставайся здесь. Присцилла, я надеюсь, ты не предательница. Что ты сюда так напрашивалась прийти? Кто знает, какой поворот нас может ждать. Присцилле я проиграла. Партийку. Такое мерзкое одеяние у них. Как будто сбежали из 50 отсеков серого. Лютик, зараза! Лютика везли. Точно? Вы справитесь? Я не хочу, чтобы Золдин погиб. Золдин погиб. Как же! Не перечисли! Осторожно! Еще троих высрало! Иди, не перечисли! Зараза, я его потерял. Поехали туда. Придется поискать следы. Только что были следы. А мы на коне можем это делать? Еще какая-то местность красивейшая. Ой, баба какая-то вызвала там страшная миссия с утопсами. Да, опять же, паразиты. Тупоеды. Тупоеды. Ну как-то меня немножечко отвлекли от моих забот. Нужно исцелиться от интоксикации. У меня два раза можно испить это исцеление от интоксикации. Да ладно. По-моему, я забыла просто про это, по-моему. Что-то мы такое сделали. Да, у меня два заряда теперь. Ну вот, останется на следующий раз, если какой-нибудь тяжелый эликсирчик выпьем. На коне можно это сделать? Сейчас так долго. Давай, бегать. Ну, пошла. Пошла. Спокойно, Плотва. Это просто пчелы. Но! Мы могли, конечно, вы лес смотреть, но у нас сейчас пока идут завалясь. Следы копыт. Быстрее. Быстрее. Поэт попали. Как красиво. Скорее всего, это не птица. Может, это привлечение внимания, может, это позывной бандитов. Краснолюды. Нет, я обратно побежала. Мне обратно не надо. Вот здесь след заканчивается. Вот здесь след заканчивается. Садись сюда. Садись сюда. Сюда, говорю. И молчи. Ясно, ясно. А что дальше? Сколько ты собираешься держать меня в этой хате? Заткнул ему рот. Слишком много болтает, Лютик. А что мне было делать? Он специально может говорить, чтобы мы его услышали. А может, он не подозревает, что мы его сейчас спасаем? Нет, но на них же... Они напали. И... Лютика оттуда... Сразу же вывезли. Так что я думаю, что он настолько дурак. Ну, Лютик вообще он на умный. А как на внутрь-то попасть? Все равно они найдут. О! Эй, ты! Что тут творится? Что творится тут, мужики? Эй, ты! В чем дело? Это я тебя спрашиваю, в чем дело? Какой-то охотник вломился к нам в хату и выстрелил нас за дверь. Мы и пернуть не успели. Был с ним другой мужчина, такой чернявый. Ну, был. Болтал без умолку. Точно, Лютик. Охотник завалил дверь изнутри? Есть какой-нибудь другой вход? Вроде есть. Какой другой там дом? Два на два. Из-под полы, что ли? Через... Подвал или... Как мы туда еще можем попасть? Через крышу? Странный вопрос какой-то. И где он? Вот же любопытный. Обычный черный ход через туннель. Так, на случай неприятностей. Мы туда чужих не пускаем. И еще там есть... Цыц! Вы же хотите избавиться от охотников? Вы вообще от этого охотника хотите избавиться? Правду сказать? Так мы хотим от всех от вас избавиться. Ну да ладно. Вот тебе ключ. Заходи сзади через дверь погреба. Через дверь погреба. Через черный вход. Замок открыть? Открыт. А какие у меня гарантии, что ты меня не обманешь? Я пойду туда вместе с тобой. У меня же нет выбора, правда? И без всяких штучек по дороге. Ты же знаешь, я в любой момент могу тебе башку свернуть как цыплен. А еще я знаю, что ты этого не сделаешь. За мой труп тебе не заплатят. А за живого, как я и говорил, сто слитков золота. Сто слитков золота, ни больше, ни меньше. Небудь я Юлиан Альфред Панханц, Виконт де Леттенхофф. Они картину, что ли, поделывают? Продают. Что они так переживали? Зовут у тебя Лютика. Это для секресса. Не буду же я каждому заплеванному проскопилец представляться. А теперь мутникам не разметаться. Да, язык заболтать он умеет. Это у него дар. Это, кстати, картина с Лютиком. Или нет? Или да? Или да? Ты принял очень мутно. Я тебе больше схожу. Сегодня ты чердан, а завтра... Ты так. Я что-то слышу. Нет, только не клят. Мы картины прем. Приобщились к искусству сначала. Нас приняли в труппу к актерам. Теперь... Мы вдохновились картинами. Да. Дraw налет. busy. На му. На му. Страшный мир. Вдохновились на му. Так. Ум. Что! А! Ум. Ум. Все заморозили. Такая красота. Мы попали в зимнюю сказку. Да, сейчас, Лютик. Понимаешь, кружка тут. Что там еще важного-то? Магический предмет. Сейчас мы тебя... Да, конечно, освободим, Лютик. Мы столько времени потратили, чтобы тебя найти. Ты даже себе не представляешь. Пять секунд ты еще подождешь. Так. Что мы там такого нашли у него? Магический предмет какой-то. Усмиритель ведьм 15 уровня. Мне такие мечи не нравятся. Мы их много находили, я их себе продала. Геральт, обязательно надо все испортить. Как раз, когда я разработал... Как я рад тебя видеть. Давно тебя не было в Новиграде. А что мне? Пойдем поговорим снаружи. Геральт, это очень серьезная леса. Присыла. Что ты здесь делаешь? Ты цел? Я за тебя волновалась. Лютик, балабол ты наш. Мы отправились за вами. А то это твоя девушка всех так пилила. Так пилила. Жалко, вы не видели, как мы уделали этого охотника. Я хотел это сделать совсем иначе, но... Геральт? Лютик, я хочу тебя кое о чем спросить. Это важно. Поэтому сосредоточься. Где Цири? Цири? Я думал, раз уж ты здесь. А вы не встретились? Я... Я не знаю, где она. Печалька. Геральт... Долевают сомнения, но он держится. Как вы, Цири, что не случилось? Я знаю, что ты пытался ей помочь. Я знаю, что ты пытался ей помочь. Я одного не могу понять, зачем ты обратился к ублюдку-младшему. Будь у меня больше времени, я бы решил это как-нибудь иначе. Но Цири говорила, что за ней гонится дикая охота. В сравнении с этим, ублюдок казался мне совсем не опасным. Но что-то пошло не так. Значит, ты уже обо всем слышал. Я надеюсь, ты не очень злишься. Мой план казался замечательным, покуда мы не начали воплощать его в жизнь. Откуда я мог знать, что Менге охотится на Дуду? Наслышан я о твоем плане, а теперь я хочу знать, что случилось с Цири. Когда ты видел ее в последний раз? Когда ты видел ее в последний раз? Мы были на храмовом острове, убегали от людей-ублюдка. Мамочки! Бежать в сторону храмового острова. Разворачивайся, господи Цири. Придется бросить коней! Уже недалеко! Ну, беги-беги! Долго, конечно, дверь открывают. Пока открываются, в то раз нас нагнать могут. Надо было вперед пропустить Лютика, что-то я лоханулась. Да едь уже, елки-палки. Это у меня на контрол. Я же управление меняла. Ну и зачем мне коня брать было? Я могла и так добежать. Так, Лютик сейчас пока будет бояться. Нам нужно сначала только с арбалетами разобраться в первую очередь. Иначе мы никуда не сможем пройти. Здоровье восстанавливать нужно, конечно. Блин. Все, лечимся, лечимся. Так, она с первого удара прямо всех вырубила. Офигеть. Это специально для этого класса так сделали. Просто до этого мы настолько мучились. Ну, до храма добежали. И прям-таки в руки к храмовникам, да? К жрецам Вечного Огня. Неудивительно, что сразу или позже Менгет из-за нее начал охотиться. Она тут у всех на виду оказалась. Ее ранили. Прикрывайся трупом. Прикрывайся трупом. Быстро, быстро, быстро. Что? Она исчезла? А, она же может, наверное, перемещаться между мирами. Я пока не знаю как, но... Про это слышала в обзоре. Когда смотрела про ведьмака. Не часто про это говорили. Все равно. Сколько времени прошло, пока уже все игру прошли. Когда я села играть за ведьмака. Какое приключение! Сначала мы проворачиваем ограбление века, потом спасаемся от охотников. А, наверное, этой способностью пользуются. отменяйте их по хвостушек. Благодарю которой у нее скорость увеличивается. И что она нашла в этом придурке, да? Все думают. Так, заработаешь целое состояние. Так вот, зачем тебе это? А как же Цирия? Никто этого не будет читать. Ну, читать-то это будут. Но это он все равно запишет. Его разорвет, если он не запечатлит это в своих балладах. Пусть пишет, что с него взять. Но всю правду, конечно, ему нельзя писать. Кто такая Цирия? Откуда? Скорее всего, он это все завуалирует придумать других персонажей. А лучшим будет кусок, как Стражник перекинул тебя поперек седла, как мешок картошки. Ты заработаешь целое состояние. Еще посмотрим. Похоже, к старости ты становишься в сердце. Я просто беспокоюсь. О ком отца? Геральт старый дед воршливый. Верь в нее. Самый верный друг на свете. как она дерется. Девочка сумеет о себе позаботиться. Уверяю тебя. В любом случае, ей придется вернуться за коробочкой. С нее же все началось. Ты об этом? Ты забрал ее, ублюдка? Вот цири обратится. А что у нее с эльфом? Только ублюдок должно быть здорово скрины видела. У нее любовь с ним, походу. Ублюдка нет в живых. А-а-а. Так ты тоже умеешь злиться? Ну, надо сказать, мне его совершенно не жаль. Он заслужил такой конец, как и свое прозвище. А-а-а, наш общий приятель Сигир Овин, его ты тоже навестил? У него все хорошо. Жаль. Он, наверное, на меня обозлился. Зачем нужен филактерий? Цири говорила, что это. И зачем она отправилась с этой штукой к ублюдку? А она пошла к ублюдку, потому что я ее туда отвел. Что это за шкатулка такая? Я мог бы догадаться, что это было. Какая-нибудь древняя эльфийская. А что? У нее сломалась магическая штуковина, а у ублюдка был доступ к чародеям, которые могли ее починить. Кроме того, ей надо было разобраться со словами проклятия. Какого еще проклятия? Так, почему Цири так интересовала проклятием? Далось Цири это проклятие. Она его снять хотела или наложить, не знаешь? Она вообще не хотела о нем говорить, а я не настаивал. Ровно в тот единственный раз, когда это было нужно. Но я почти уверен, что она собиралась его снять. С кого? Или ее саму прокляли? Нет, не думаю. Может, она свой дар считает проклятием? Мне же показалось, что она проклята. Но она ужасно торопилась. Ну, когда она уже научилась пользоваться, ты уже точно и назовешь проклятием. хотя, учитывая, что за ней гонится вся свора призраков дикой охоты, то да. При том, что они убивают невинных людей, потому что охотятся за ее даром. Может, поэтому она считает, что это проклятие, потому что это может навредить другим людям, поэтому она хочет от этого избавиться. так, конечно, она могла бы и дальше использовать свой дар в охоте на монстров. Но там, видимо, еще что-то связано. И кто вообще эти призраки дикой охоты в конце игры уже узнаем, что они охотятся за ней уже сколько? У нее редчайший дар какой-то. Она дочь старшей крови. Знаешь еще что-нибудь о проклятии? Какие-то детали, подробности? Ну, я знаю текст. Ты шутишь? Нет. Проклятие было по-эльски, и Цири постоянно повторяла его, чтобы не забыть. Звучало оно так. Вафаэль эляйне кайдмиль фолье. Глади в дорны айптанайт бундруидны и яхус. Мне это ничего не говорит. Мне тем более. Он запомнил. Еще с произношением с правильным это все сказал. Цири говорила что-нибудь еще? Холера, этого мало. Цири говорила что-нибудь еще? Она вообще мало говорила. Геральт, она уже не та девчонка, которая носилась по Кайр-Морхену. Та да по-прежнему живая и порывистая, но она еще упрямая и молчаливая, как ты. Точно. уроки не прошли даром. Даже характер впитал в себя. Не надо найти Цири. Она снова ускользнула. Я был так близко. Она приехала сюда извелена. Там ей, как я понял, помогли. Может она вернулась обратно? сомневаюсь. Я поговорил с тамошним бароном, это он помогал Цири. Он сказал, что она уехала в Новиград искать Йен и меня. А Йен на Скеллиге осматривает следы, которые там возможно оставила Цири. Ну так что, Скеллиге? Скеллиге. Не сейчас. У меня квест еще полно. Ну идемте обратно в шалфей и розмарин. Ну на сегодня с меня приключений достаточно. Думаю я вполне заслужил миску Жаркова и мягкую кровать. Мы сто лет не виделись. Может заглянешь когда будешь поблизости? Конечно. Думаю мы увидимся довольно скоро. Ловлю тебя на слове. До свидания и еще раз спасибо за помощь. Основной сюжет Синифермы пока выполнять не будем. У нас еще здесь квестов полно. Уже 17 уровня нам нужно мелкие квесты выполнять чтобы потом уже на Скельги отправиться. У нас там еще с жемчужиной связанный квест. Нужно будет его тоже выполнять. Хотел снаряжение нормальное найти для Геральта так у нас ничего пока не наклевывается. доспехи школы кота мне не особо понравились. Здесь у нас еще 18 уровня есть школы Грифона это в Новиграде. Ну в принципе мы потянем смотрите как быстро прокачались практически за эти два квеста прокачали целый уровень у нас уже 18 уровень и сейчас можно уже в принципе пойти попробовать разыскать в Новиграде чертежи сапог школы Грифона и меча и перчаток. То есть в двух разных местах это где-то находится но хорошо что все в Новиграде. Вот это школа волка 14 уровня если это в конце игры будет или когда мы в Кайр Морген сможем попасть на кой нам будут доспехи 14 уровня мы конечно можем потом улучшать снаряжение позже наверное после основного сюжета Синифер у нас появится такая возможность смотрите у нас поблизости сразу же квест с золота нам есть золота надо или опять же с краснолюдами нас хотят отблагодарить нам хотят подарить что-то ну-ка интересно мы мы продадим его на самом деле ничего особенного у нас таких много только не говори откуда он у тебя контрабанда ладно бывай я так поняла что они оригиналы поделывают ну как же так оригинал то может быть один если я эти картины много понятное дело что их кто-то еще рисует так ну ладно я не знаю конечно зачем нам эта картина и что мы с ней можем сделать продать ее куда она у нас сложилась да можно очень дорого продать и разобрать дорого это 80 флоренов или крон сначала выполнил вот эти квесты потом нам нужно встретиться еще с рис я этот разговор откладывала просто хотела сначала конечно встретиться с енифер не знаю как даже лучше может лучше сначала с енифер встретиться поговорить с ней потом уже чтобы было понятно что стресс там увидимся стресс